МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Неделя города и я, Марина Романюк, ее ведущая. Смотрите выпуски. Хвостатые полицейские 21 июня в России отмечают День кинолога. Павел Молков лично проверил состояние велодорожек в городе. Проехавшись на велосипеде по Рязани, губернатор пришел к конкретным выводам и дал ряд поручений. Также есть планы на развитие Борковского карьера. Песчаный пляж, места для отдыха и спорта, третий Борковской карьер, точка притяжения рязанцев. В скором времени это пространство преобразится. Благоустройство карьера – часть проекта комплексного развития территорий в Борках, где будет выстроена социальная и транспортная инфраструктура для всего микрорайона. Об этом заявил губернатор Павел Молков. Большие планы по созданию набережной, зон отдыха, новых дополнительных пляжей. И по сути мы планируем благоустроить полностью по кругу весь третий Борковской карьер. И там появятся и пешеходные, и велосипедные дорожки. И в целом это будет, я думаю, что одной из таких самых красивых локаций в нашем городе. На карьере губернатор пообщался со спортсменами, которые развивают вейкбординг – сочетание водно-лыжного, слалома, акробатики и прыжков на доске. В Рязани у вейкбордистов две базы – на Ореховом озере и на Борковском карьере. И Павел Молков пообещал поддержать энтузиастов в этом деле. Поддержки стоит ждать и велосипедистам. Губернатор лично проехался на велосипеде по городу и сделал ряд важных выводов. А я вам честно скажу, я тут открою такую тайну. У меня никогда в жизни не было велосипеда, я не умел ездить. Поэтому в этом году специально научился ездить на велосипеде. И вот буквально первые разы только проехал сейчас по городу. Но понял, что вот если самому не попробовать, то как бы ты ни старался, какие бы проекты ни делал, они на самом деле зачастую далеки от ожидания людей, которые, в общем, ими будут пользоваться. Первая задача сейчас – все разрозненные участки связать воедино, чтобы велосипедистам было удобно. А вторая задача – это дальнейшее развитие велосипедных маршрутов. У нас большие планы. По всему городу должны появиться велосипедные дорожки, дорожки для самокатчиков. Причем важно, что мы везде стараемся их строить отдельно от пешеходных дорожек. Вот, например, как здесь в лесопарке. Везде мы прокладывали отдельную трассу и кататься по ней. Ну, просто невероятная удовольствия. Она идет в лесу, вокруг деревья, прекрасное освещение. Вот таких мест должно становиться у нас как можно больше. Развитие велосипедной инфраструктуры в городе губернатор предложил начать непременно с учетом мнения спортсменов и участников велодвижения. Их предложения и рекомендации по поручению Павла Малкова соберет и обобщит Министерство спорта. Одно из главных поручений губернатора Павла Малкова касалось аварийных отключений электричества. Напомним, 3 июня глава региона запросил от вице-губернатора Артема Бранова отчет о трехдневном отключении света в Рязани. Для, цитата, понимания того, что происходит, вплоть до персоналей. Конец цитаты. На новом заседании правительства этот отчет был готов. Причина, по которой в городе так часто отключается электричество, систематическая. Об этом на правительстве заявил первый заместитель министра ТК ЖКХ Рязанской области Александр Силкин. Было упущено проведение плановых технических мероприятий по обслуживанию кабельных линий. Для примера, самые старые кабели 64-го года. Нагрузку для них рассчитывали еще в Советском Союзе. За 60 лет в городе построили новые дома, школы, детсады, а нагрузка падает на более чем полувековые кабели. Что сделано? На сегодняшний момент совместно с РЭКом пересмотрена утвержденная часть инвестпрограммы и ремонтной, направленная на восстановление кабельных линий до 1 ноября. Все восстановить невозможно, но это будет сделано, потому что мы входим в зиму. Подготовка к зиме – это основная задача сейчас. Ну и часть коммуникационной аппаратуры с целью минимизировать отключение. Тем не менее, говорит Александр Силкин, ситуация управляемая. 180 миллионов рублей – это заложенные ведомства средства потратят на восстановление кабельных линий. Губернатор резюмировал ситуацию проще. Ситуацию упустили, не занимались обслуживанием кабельных сетей, резервирования нет, вот и все. Это вот я перевожу на русский язык все, что вы так долго объясняли. Поэтому решение какое? Во-первых, порядок надо внутри наводить, потому что я уверен, что тут вопрос не только в том, что не дофинансировали еще что-то, а просто внутри порядка нет организации. Это раз. Второе – нужно, конечно, добавлять финансирование, потому что мы по ряду сейчас направление идем по ЖКХ, а здесь пока еще не добавляли. Губернатор добавил, что этот пункт финансирования хочется видеть в следующих поправках к бюджету. Ситуацию, дескать, надо исправлять. Нужен план работы, притом на несколько лет вперед. Следующая тема – жалобы на потопы после ливневых дождей. По словам мэра города Виталия Артемова, в понедельник 17-го числа выпала треть месячной нормы осадков. И это за полчаса. Силами ДБГ, ОРТ, городского управления ГОЧС проводились восстановительные работы. Для информации у нас работало по ликвидации 6 единиц техники ДБГ, 2 единицы техники ОРТ, 4 единицы ГОЧС. Также работали три бригады, подрядная организация по откачке воды. На данный момент у нас известно по 27 упавших деревьев. Это на зоне ответственности ДБГ. 12 деревьев убрали в тот же понедельник. На пересечении улиц Садовой и Есенина дерево упало на светофор. Восстановить его обещают до 28 июня. На московском шоссе и Мервино оторвался рекламный баннер. Его демонтировали. В целом, на этой неделе обещают убрать все последствия ураганы. Момент, на который обратил внимание губернатор – то, что обошлось без пострадавших. Дополнительной нагрузки на скорую помощь не было. После разговора про последствия урагана перешли к разговору про регионального оператора. Прямо на моих глазах там стоят вот эти мусоровозы рекоператора. И очень аккуратно выбирают мусор из контейнеров, оставляя все, что сложено рядом. То есть они забрали даже не половину мусора. Вот в очередной раз просто увидел, что своими глазами, что рекоператор у нас совершенно не заинтересован в том, чтобы город был чистым. Я все-таки хочу понять, вот как с этим действуем. А действуют указательно. То есть префектура и госжилинспекция постоянно напоминают и Капронску, что мусор нужно убирать, говорят на правительстве. Они должны обязательно делать подбор после того, как они убрали мусор и забрали бачки. Префектура постоянно обходит, постоянно указывает те точки, которые есть. Здесь во взаимодействии приходится, извините за выражение, постоянно пинать. Ну еще раз, вот на моих глазах вчера я видел, что результата этого пинания никакого нет. Вот стоит четыре, допустим, ячейки, в двух контейнер они забрали, в двух нет. Уехали дальше. Губернатор добавил, что раньше региональный оператор за этим следил. А сейчас, мол, что-то поменялось. Я знаю, что раньше рекоператор такие вещи убирал. Потом у него произошли какие-то смещения приоритетов. Ну, надо, соответственно, тоже менять подход и отношения. Дмитрий Владиславович, давайте вместе как-то там посерьезнее посмотрим тоже на эту задачу. Я знаю, что ваши коллеги там уже активно подключились. Пожалуйста, соответствующие поручения даны. И сейчас вообще по нашим материалам федеральная антимонопольная служба оценивает там вообще на предмет картельного сговора деятельность этой организации. Закончили традиционно жалобами из соцсетей. Павел Малков отметил, что впервые на первое место вышло благоустройство, а не дороги. И это не повод для гордости, добавил он, а скорее призыв сделать соответствующие выводы. О таком растении, как борщевик, жители Рязанской области знают не понаслышке. В разные годы в соцсетях появлялись сообщения о том, что борщевик растет в областном центре. В этот раз жалобы появились снова и дошли до губернатора. На обращение в социальных сетях обратил внимание и губернатор Рязанской области Павел Малков. Например, город Рыбное. Улица Первая Веселая, вся нечетная страна заросла борщевиком. В сообщении отмечено, что растение вот-вот зацветет. Павел Малков отметил, что похожие сообщения поступают из села Горлова Скопинского района, села Подвязи и Секиотова. Регулярно этот вопрос поднимаем, коллеги, особенно когда это прямо в городе. Но это позор. Мы договаривались, что в летний сезон муниципалитеты особенно тщательно следят за борщевиком. Многие местные предприятия готовы помогать в этой борьбе. Но если есть такие обращения, значит работа эта не выполняется где-то. Борщевик сосновского это сорняк. Он может вырасти до трех метров, при этом вытеснив на своем пути все остальные растения. Опасен борщевик своим соком. Достаточно одного касания, чтобы на коже остались заметные следы. Все дело в том, что сок этот содержит фуракумарины. Биологически активные соединения, которые под ультрафиолетовым излучением могут вызвать химический ожог. То есть, коснулись борщевика, попали под солнце и химический ожог обеспечен. Потому врачи и советуют как можно скорее кожу, на которую попал сок, от солнца изолировать. И в темном помещении тщательно промыть водой с мылом. Поврежденный участок спрятать от солнца минимум на два дня. Я прошу еще раз руководителей всех муниципальных образований обратить особое внимание на все такие очаги. Принимать соответствующие меры. Тут немного упустить вопросы и все уже потом не сладишь. Еще раз особенно, когда это в городе. Стыдно должно быть. Поэтому прошу всех обратить внимание и серьезно заняться этим вопросом. Разрастание борщевика в регионе отмечали в прошлом году. Об этом писал Минсельхозпрод. Ведомство напомнило, что за произрастание борщевика ответственность лежит на собственнике земельного участка. В этом году с начала июня в Центре управления регионом зафиксировали больше 30 обращений по этому поводу. В группе «Рязанская область» официальной страницы правительства региона в социальной сети ВКонтакте появился отдельный пост, под которым можно сообщить о месте произрастания борщевика. Администрация сообщества просит указывать точные адресные ориентиры. Судьба гражданой рощи в Солочи решается прямо сейчас. Скоро в любимом прогулочном месте жителей появится модный глэмпинг-отель. А местные тем временем собирают подписи, чтобы этого не допустить. Часть древнего лесного массива в Солочи, который в народе называется «Грачиной рощи», перевели под развитие гостиничного комплекса. Это территория между кафе «Лесной бункер» и гостиницей «Паустовский». Об этом нам рассказали местные жители, которые обратились в редакцию по телефону. При этом сохранность лесного массива вызывает сомнения у местных. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города. Пришел письменный ответ, в котором говорится, цитата, «Согласно условиям инвестиционного проекта, на указанном земельном участке необходимо сохранить природные ландшафты, объекты животного и растительного мира. Запрещено возводить объекты капитального строительства и вырубку, повреждения, уничтожение деревьев. Кроме этого, с инвестором заключено дополнительное соглашение, по которому он обязан предоставлять бесплатный проход на территорию комплекса». Конец цитаты. Между тем, в Солочи проходят народные митинги в защиту Грачиной рощи. По документам она «Грачиная дача» от инвестиционного проекта. На митинге приняли решение написать обращение к президенту и главе Следственного комитета Бастрыкину. Сейчас в телеграм-канале «Спасем Грачиную рощу» идет активный сбор подписей против строительства глэмпинга на территории, которая на схеме действующего генплана Рязани обозначена как памятник природы местного значения. Подключились к ситуации и активисты экологического Рязанского альянса. Цитата. «Это место уникальное, и у нас, например, сомнений это не вызывает. Ведь не зря было принято решение городских властей об этом памятнике природы в 2012 году». Конец цитаты. «Пишут в сообществе Эры». Также в сообществе опубликовали точку зрения инвестора, который сам связался с экологами. По данным экологического альянса, полученном от предпринимателя, глэмпинг планируется в целях развития внутреннего туризма в регионе. Предусматривается с 2029 года. Парк будет благоустроен, доступ к территории днем сохранится для всех. Наша редакция продолжит следить за развитием событий. Стрельба на одном из заводов города. Сообщения с таким заголовком появились во всех социальных сетях 18 июня. Следственные органы внесли ясность и поделились подробностями. Звуки стрельбы, как рассказали в Следственном комитете, подтвердились. Вот ружье, из которого предположительно и был произведен выстрел. Здесь же заметны и следы крови. В региональном СК подтвердили подробности. По данным следствия, 18 июня 2024 года на территории одного из предприятий, расположенного в городе Рязани, житель Скопинского района из-за возникшего конфликта произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в работников предприятия. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина госпитализировал на медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Сейчас подозреваемый доставлен в следственный отдел для производства следственных действий. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве и покушение на убийство двух лиц. Выглядел ружье здесь, вывернул его в плащине, и там, где забыл, и пошел. А это проверка показаний на месте. Подозреваемый рассказывает, как охотничье ружье прятал, как шел по коридорам и как стрелял. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Мужчина же пошел дальше по коридору. Там он столкнулся со вторым пострадавшим, который, судя по видео, оказывал сопротивление. По данным СМИ, дальше мужчина вышел на улицу, отогнал машину к воротам и стал ждать сотрудников полиции. 20 июня состоялся суд по этому уголовному делу. 20 июня 2024 года судом удовлетворено ходатайство следователя Московского межрайонного следственного отдела города Рязани Следственного управления СКР по Рязанской области об избрании подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух работников рязанского предприятия меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемого задержали еще 18 июня. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Председателю Следственного комитета России представлен доклад о ходе расследования уголовного дела. По данным СМИ, подозреваемый свою вину признал. Он арестован до 17 августа включительно. 21 июня в России отмечают День кинолога. Дата эта приурочена к созданию первого питомника полицейских сыскных собак. На его базе была создана школа дрессировщиков. Произошло это событие в 1909 году, 21 июня. Валерий Седов узнал, как проходит служба сейчас. Это настоящий ветеран кинологической службы. Речь идет не о сотруднике в форме, а о его четвероногом друге. Зовут собаку Тора, ей 11 лет. Специализация – поиск взрывчатых веществ. Когда собака присаживается, это условный знак кинологу, что взрывчатое вещество найдено. Дальше действуют саперы. Естественно, здесь в кинологическом центре используют имитаторы взрывчатых веществ. Но для Тора это скорее исключение из правил. Большую часть жизни она провела в полугодовых командировках в Северо-Кавказском регионе. Там взрывчатые вещества – это далеко не аккуратно спрятанные мешочки. Так что найти имитатор для нее – простая задача. А с этого обучение у собак, которые специализируются на поиске взрывчатых веществ, обычно начинается. В один из конусов сотрудник прячет тот же имитатор пластида. Задача пятилетнего Джоя – взрывчатку эту найти. В центре кинологической службы у нас более 20 собак находятся. Помимо наших собак еще находятся собаки конвойной службы и патронной постовой службы. Только вместе порядком это, может, чуть меньше 50. У нас три направления – это общий разыскной профиль, собака, которая ходит по следу, на задержание, опыск местности. И собака по наркотическим веществам, и собаки по взрывчатым веществам. А это Терра. Ей 4 года. Ее специализация – поиск наркотических средств. Эта комната – имитация обычной квартиры. Задача – найти спрятанный мешочек с имитатором героина. Пока Терра только тренируется. На реальных выездах она не была. Обучение она закончила. Теперь в ожидании. Тренировки проходят по мере возможностей. То есть каждую неделю, может быть, несколько раз в неделю. Все в зависимости от времени. А вот самая насыщенная часть – собаки, специализация у которых поиск. По легенде, ищет она сбежавшего преступника, да еще и вооруженного. Работа по следу, специализация важная. Месяц назад полицейский кинолог со своей собакой выследил преступника. Поступил вызов от гражданина о краже строительных инструментов. Соответственно, выехали в составе экипажа на место преступления. Опросили потерпевшего. Он указал, что предположительно, что его сосед мог совершить данную кражу. И я применил служебную собаку. Где находились данные инструменты, собака взяла след и привела к дому его же соседу, получается. А потом сосед сознался в совершении кражи. Случаи, которые отрабатывают на тренировках, взяты из практики, говорят кинологи. Потому и тренируются регулярно, чтобы на реальной задаче отработать на все сто. Ко дню кинолога сотрудники Росгвардии провели показательное выступление перед учениками 13-й школы. Помимо основных элементов, продемонстрировали и работу со взрывчатыми веществами. Это бельгийская овчарка Гуфи. В свои два года она умеет не только выполнять простые команды, сидеть рядом или лежать. Она прошла обучение наравне с бойцами и является полноценным сотрудником ОМОН. В подразделении, где она служит, собаки занимаются поиском взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. Мы с ним проходили обучение в ростовской школе, потом сдавали сертификацию в городе Электросталь. После того, как он получил сертификат, он стал полноценным сотрудником. И в составе взрывтехнической группы мы с ним ездим на выезды. В собаке опасные вещества находят, а ликвидацией занимаются уже люди. Для этого есть специальное обмундирование. На занятии юно-армейцы познакомились со взрывозащитным костюмом доспехи. Его надевают саперы во время работы. И весит такой около 60 килограммов. Он состоит из штанов, шлема и куртки. Защищает от осколков избыточного давления, открытого пламени. Собака за годы подготовки и службы становится для кинолога полноценным напарником. Да еще особенно ценным в профессиональном плане. Чуткий нюх, какого нет у человека, значительно облегчает выполнение множества задач. Анастасия Арн, телекомпания «Город». За неделю в России ликвидировано 320 лесных пожаров на общей площади более 127 тысяч гектаров. Часть пожаров ликвидирована в Рязанской области. Это только один из 300 пожаров, которые произошли в стране за прошлую неделю. Ежедневно на ликвидации таких работали от 2000 человек. Свыше 200 единиц техники и минимум 20 воздушных судов. Часть пожаров произошла в Рязанской области. Напомним, в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности. Он считается высоким. Лес при таком уровне опасности может загореться от любого источника огня. И пламя при этом распространяется очень быстро. 320 лесных пожаров за неделю тому подтверждение. Правда, это статистика по всей стране. Пожары всегда разные. Все зависит от региона, от времени года. Весной у нас, допустим, пожары беглые, низовые. Мы их можем, сырловое тушим непосредственно, водой на них воздействуем. А когда уже лето, середина лета, пожары заглубляются в почву. И их мы уже копаем. Уже приходится рыть минполосы. Если раньше по статистике основной причиной пожаров был человеческий фактор, то сейчас это грозы. В авиалесоохране ссетуют, что бьет молния далеко не в те районы, куда добраться легко. Обычно это болотистая или горная местность. Переехали от Магадана до Свердловской области. Наверное, во всех регионах побывали. Везде разное. Как мы видим, здесь горный ландшафт. Очень тяжело работать. Бывает болотистая местность, бывает просто поля, идет отжиг. Поэтому не угадать, где и как будет проходить работа. Пожарные десантники говорят, что огонь распространяется во все стороны. И они стараются пламя ловить. Дескать, куда деваться. Десантники здесь профессионалы. На таких пожарах далеко не первый год. Так что механизм действий отлажен. Я карауливаю, не пожар. Приходится постоянно пропиливать деревья сухие, которые горят. Обрабатываем корни, заглубленные места. Обходим очень много, когда это нужно. Смотрим, чтобы не перешел, не возобновился пожар. После тушения приходится еще караули дней 5-4-3, в зависимости от ситуации и от сложности лесного пожара. В Рязани же запрещено посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Исключение, если человек проживает в населенном пункте, куда только через лес и проехать. В остальном же полный запрет. Как и на разведение костров. Использование мангалов и пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение любых пожароопасных работ на участках, граничащих с лесным фондом. За нарушение предусмотрен административный штраф. До 50 тысяч на граждан, до 90 тысяч на должностных лиц и до миллиона на юрлиц. В отдельных случаях нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет уголовную ответственность. Предусмотренную статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. В разгаре сезон строек, который в нашей стране довольно короток. Летом хочется успеть как можно больше уличных работ. В обилии предложений на рынке стройматериалов при этом важно не ошибиться с выбором и не проиграть в цене. Доступ к хорошим материалам от производителя по доступной цене у рязанцев расширился. Открылся магазин МКстрой. Сегодня состоялось открытие шоурума МКстрой, который специализируется на продаже строительных материалов из фиброцемента. В составе каждого изделия всего три компонента – вода, хризатил и цемент. Каждый житель Рязани и области может приобрести качественные материалы по ценам завода-изготовителя. Для кровли, такие как волнистые листы черепицы из фиброцемента. Материалы для устройства и отделки фасада. Это сайдинг, плиты и доски для цоколя и карниза, инженерно-конструкционные листы для строительства, изделия для сада и огорода, высокие теплые грядки. Материал не только экологичен, в отличие от пластика, но и абсолютно незаменим для тех, кто решил построить или модернизировать свой частный дом, сделав его современным и долговечным во всех отношениях. Насчет ассортимента покупателя проконсультируют специалисты-эксперты шоурума МКстрой, которые открыли на базе самого производства. Здесь мы производим конструкционные листы, в том числе с несением текстуры, с рельефной текстурой. После на эти листы, которые режутся на доски, мы их называем сайдингами, наносится текстура, дополнительные принты, либо просто окрашивается какой-то один цвет. Текстура под дерево – один из главных строительных трендов во внешней отделке. Кроме того, материалы, сделанные из фиброцемента, пожаробезопасны и неприхотливы в погодных условиях, создают комфорт пребывания в доме как в жаркую, так и в прохладную погоду. Сегодня на открытии шоурума первые покупатели уже присмотрели себе материалы. Ассортимент магазина мне, в общем-то, понравился. Такие строительные здесь материалы, они достаточно качественные, такие броские, интересные решения. Нас заинтересовал фиброцементный сайдинг. Он тут представлен в большом количестве и со всеми возможными видами монтажа. Но остановились мы, вот лично я остановилась на заборной доске. Это для нас сейчас более актуально. Не на годы, а на десятилетия текстурированная фасадная доска – идеальный материал для забора. Благодаря своему универсальному серому цвету она выглядит стильно при разных вариациях монтажа. При желании забор можно покрасить декоративными лакокрасочными материалами. Мы можем предложить монтаж забора под ключ. Сейчас мы находимся на объекте, где представлены различные вариации монтажа забора. По поводу монтажа каких-то определенных особенностей нет. Он прикручивается также на металлический прожилин, как и профлист. Но он более практичный, более долговечный. Более подробную информацию о материалах можно получить в самом шоуруме «Мкострой», который расположен по адресу улица Прижелезнодорожная, дом 26. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова